друзья всем огромный привет и тема сегодняшнего видео и это винтажная обработка винтажем мы привыкли называть что-то такое скажем устаревшая раритетная но при этом не выходящая из моды но что же такое винтаж фотографии давайте с вами разберем по порядку и так винтажной фотографии мы с вами используем определенные приемы для того чтобы получить скажем так эффект выцветшего снимка но винтажной фотографии есть дополнительные преимущества кроме того что она вызывает некие ощущения раритетного старого снимка ну во первых за счет создания дымки мы получаем с вами такой эффект объемности эффект 3d с ним и кажется более глубоким и интересным также если вы снимаете ночью тем более если у вас crop фотоаппарат то используя винтажный эффект можно очень легко скрыть шумы которые появляются при съемке с недостаточным освещением ну и что самое немаловажное это на фотографии которым применен винтажный эффект очень эффектно и аккуратно ложится раздельное тонирование переходы между темными средними и светлыми участками наиболее плавные за счет этого стирается граница ощущения между тонированием в этих участках и мы с вами видим красивый интересный глянец который притягивает зрителей если тебе интересно такая обработка похожего снимка у тебя нет ты можешь скачать мой по ссылке под видео и потренироваться в обработке вместе со мной ну а мы не будем терять времени поехали итак друзья вы на канале от фото life меня зовут серджо буквально пару слов про данную серию с которой мы сегодня будем работать гуляя по гуму я не мог равнодушно пройти мимо витрины с велосипедами это все выглядело очень интересно где-то раритет на где-то спортивно где-то брутально но при этом велосипеды были наставлены очень близко к друг другу если вы обратите внимание то на некоторых снимках мы видим ну просто какую-то кучу из металла и глазу незачем зацепиться и вот друзья при таких условиях гораздо интереснее смотрятся снимки которые снимают какой-то конкретный один элемент вот например как в этом случае или как в этом случае фотография с которой мы будем сегодня работать или даже как например вот в этом случае в этом случае такие снимки смотрятся гораздо интереснее ну во первых потому что здесь есть композиция здесь не так уже много объектов мы прекрасно с вами можем понять что это велосипед и такие снимки очень неплохо будут смотреться в каком-нибудь баре ресторане или кафе а если сделать из этих фотографий триптих для тех кто не знает три изображения которые могут находиться либо рядом либо помещены в одну рамку и которых объединяет какой-то либо общий сюжет либо общая цветовая гамма либо композиция либо какие-то элементы которые могут быть взаимосвязаны поэтому друзья если вы любите такие фотографии на то обязательно обращайте внимание на тот фактор что они лучше выглядят когда мы снимаем какие-то отдельные элементы ну а мы давайте уже приступим итак первым делом что мы с вами сделаем это мы наверное с вами немножко поколдуем с композицией нажав обрезку у нас выскакивает вот такая вот рамочка и как вы можете заметить у нас левая часть включает себя такие металлические элементы правая часть она более такая пустая и как мне кажется что на этом снимке левая часть перетягивает правую часть именно за счет этого давайте мы с вами и это дело немножко подправим мы сделаем с вами вот на пересечении самой правой полосочки сделаем эмблему нашего велосипеда и так мне кажется снимок будет более уравновешенный эти вот здесь вот мы уберем вот эти какие-то рваные детали которые на краях выглядят как бы незаконченными вот так я думаю будет уже поинтереснее и пожалуй мы вот таким вот образом оставим кликаем enter вот так фотография кажется уже более уравновешенной двигаемся дальше итак друзья мы переходим с вами в базовые настройки давайте подвинем света где-то на минус 90 если вы кстати снимаете на улице в солнечную погоду смело всегда делаете минус 100 если вы снимаете портреты в помещениях или в сумраке в темное время суток то я вам не советую полностью глушить цвета убавляете не сильно таким образом чтобы все-таки светлая часть снимка оставалась именно светлой тени давайте мы повысим на плюс 100 точку белого я тоже слегка пониже где-то примерно на минус 50 и пока я трогать ничего не буду мы переходим с вами в ту новую кривую нам нужна кривая rgb и сейчас мы с вами будем создавать тот самый эффект винтажа за счет чего у нас происходит этот эффект мы получаем винтажный эффект за счет того что мы очень сильно повышаем точку черного как вы видите что гистограмма где мы работаем с кривой разбита у нас на небольшие квадратики и мы с вами подвинем точку черного вверх это самая левая . как раз на край самого нижнего квадратика передавайте мы зафиксируем итак друзья если вы не знали или забыли я вам напоминаю что с кривой мы работаем удерживая кнопочку alt так у нас кривая не дергается работает плавно и мы можем с вами выполнять аккуратную ювелирную работу с кривой давайте мы теперь точку среднюю потянем немного вниз чуть чуть ниже того места где она находилась изначально передавайте вот эту точку между точкой черного и средней точкой опустим немного ниже слегка приподнимем точку между точкой среднего и точкой белого . белого это у нас самая крайняя . и вот эту самую точку белого также удерживаем alt мы с вами немножко опустим вот таким вот образом теперь давайте мы вернемся к точке черного и немножко подрегулируемые потому что винтаж все-таки должен быть винтажным на фотографии при этом не должна у нас выглядеть сильно бледный так давайте потянем еще немного . вот эту нам нужно создать такой эффект чтобы это выглядело именно винтажом но при этом фотография не выглядела как какой-то бракованный пересвеченный снимок теперь друзья у нас есть две крайние точки слева мы выберем точку между ними и подтянем слегка вниз так друзья что мы с вами сделали мы с вами самые темные области слегка осветлили добавили вот такую вот винтажную дымку а все остальные области сделали более контрастными теперь давайте посмотрим можем слегка прижать точку черного где-то на минус пожалуй наверное где-то на минус 35 и так давайте посмотрим было стало было стало ну фотография стала уже интереснее в ней появился такой достаточно интересный объем и так друзья двигаемся дальше переходим в красный канал фиксируем точку самую среднюю посередине и слегка сгибаем вот в этом месте и вот в этом месте можно сделать даже посильнее и добавляем циановые оттенки темные области давайте немного выше на пару миллиметров светлых участках добавим точку и светлой области вернем назад мы с ними работать не будем переходим зеленый канал делаем примерно то же самое только изгиб у нас должен быть чуть чуть меньше иначе у нас появится фиолетовые оттенки это нам не нужно и они вот таким вот образом смотрим на черный цвет для того чтобы добиться красивых интересных оттенков и здесь также давайте вернем немного вниз сделаем светлую часть кривой более ровненькой теперь переходим в синий канал и делаем ровным счетом то же самое фиксируем центральную точку теперь друзья смотрите обращаю ваше внимание вот здесь крайнюю точку слева точку черного мы поднимаем немного вверх вот тем самым мы добавляем синего цвета в самые темные участки а соседние точки которые идут вправо мы слегка опустим вниз и эти тона у нас будут слегка потеплее вот таким вот образом и самую среднюю точку мы можем также слегка поднять немного вверх напоминаю все это дело удерживая кнопочку alt кнопочку alt я отпускаю когда нужно переместить курсор с одного положения на другое как только фиксирую точку я кнопочку alt опять зажимаю вот таким вот образом ну вот друзья получилось у нас интересно но после того как мы поработали с тоновой кривой мы добавили светового и цветового контраста и наш снимок стал очень контрастный давайте мы слегка теперь подрегулируем контраст и сделаем изображение более мягким уберу я его где-то ну посильнее даже где-то на минус 45 вот такое изображение у нас получилось больше мы с кривой делать ничего не будем давайте закроем то новую кривую теперь давайте мы поднимемся вверх в базовые настройки добавим текстурки побольше 20 . и четкости я добавлю 10 я это дело руками так будет быстрее теперь друзья давайте перейдем немного выше в баланс белого температура зажимаю кнопочку shift запоминаю значение 4 150 и посмотрим как нам сделать лучше похолоднее или потеплее ну я пожалуй становлюсь где-то на значении 4 138 плюс минус 12 шага не имеют значения поэтому не обязательно попасть именно в это значение и так друзья давайте основные мы тоже пока закроем будем надеяться что мы туда больше не вернемся и перейдем теперь в панель и чисел и поработаем с цветами у нас как вы видите здесь много всяких разных как я их называю ненужных цветов которые привносят лишний хаос в наше изображение и мы от них будем избавляться ну во первых давайте для начала мы поработаем с теплыми оттенками давайте посмотрим сделаем красный немножко потеплее сделаю я его в сторону оранжевых оттенков плюс 20 мы сейчас вами работаем с цветовом тоне теперь перейдем в оранжевый цвет вот видите где у нас оранжевый и сделаем его слегка поставлю я на минус 25 у нас оранжевый стал более такой персикой более мягкий более приятный и теперь желтый цвет вон где у нас желтый цвет и давайте мы с вами уведем его в сторону оранжевых оттенков где-то примерно и думаю что на значение где-то там 49 50 наверное можно остановиться таким вот образом мы красный оранжевый желтый и сблизили друг другу и получили более плавные переходы между этими цветами и так друзья двигаемся дальше давайте посмотрим зеленый зеленого у нас здесь почти нету вот в этом месте справа слегка виднеется давайте мы сделаем его похолоднее подвинем сторону аквамарина где-то буквально на плюс 20 а вот насыщенность давайте мы зеленого с вами сразу уберем где-то примерно на но посильнее на минус 95 так зеленый все переходим теперь в аквамарин давайте смотрим цветовой тон у нас практически его нету есть только вот в синих областях давайте подвинем аквамариновый сторону синих оттенков где-то примерно на плюс 20 а синий наоборот подвинем в сторону аквамарина но не будем делать его вот таким вот изумрудным мы сделаем его более корректным таким более сереньким это значение где-то вот в моем случае где-то ну минус 15 я думаю будет достаточно так теперь друзья у нас еще остались некоторые артефакты в виде фиолетовых и пурпурных оттенков давайте мы фиолетовый уведем в сторону синих оттенков на минус 65 пурпурную ведем вправо в сторону красных оттенков на плюс 80 теперь перейдем в панель насыщенность и посмотрим как нам поработать с цветами давайте красный немножечко прижмем где-то так вот на минус 40 оранжевый тоже мы не будем делать слишком насыщенным все-таки это винтажная фотография и она должна выглядеть у нас немножко такая с духом старины и желтый 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 давайте уберем посильнее где-то на минус 75 аквамарина почти нет его можно не трогать давайте синий посмотрим синие у нас есть и давайте мы синий берем посильнее где-то вот буквально наверное на минус 80 чтобы у нас получился вот такой вот серенький еле заметный синий цвет фиолетовый пурпурный мы тоже прижмем где-то посильнее где-то примерно на минус 70 фиолетовый и пурпурный где-то на минус 55 давайте теперь посмотрим панель яркость красный трогать я не буду оранжевый можно сделать слегка посветлее даже ну сильно делать не будем давайте сделаем где-то где-то плюс 10 так синий цвет синий цвет и синий цвет давайте сделаем посветлее на плюс 25 итак друзья мы получили с вами вот такой вот эффект двигаемся дальше давайте панель цвета часы мы с вами закроем и перейдем в панель раздельное тонирование и так сначала мы поработаем с вами с тенью давайте насыщенно сделаем посильнее где-то примерно но пусть будет на 45 и теперь мы можем с вами вот подбирать любую тональность и как вы видите она на этот винтажный эффект ложится немного иначе чем на обычную фотографию более интересно ну пожалуй я здесь выберу такой немножко нейтральный циановый цвет я сильно не буду делать и не хочу сильно синий цвет делать а подберу какое-то значение вот среднее наверное это будет где-то цветовой тон у меня 208 и конечно же насыщенность я такой оставлять не буду вот я ее сделаю послабее ну чтобы эффект у меня остался пусть он будет на 25 теперь перейдем в средние тона давайте также мы насыщенно сделаем посильнее на 50 и посмотрим каким сделать у нас средний тон ну средний тон я бы сделал бы вот таким вот золотистым у меня значение хью 42 но saturation я конечно же убавлю убавлю прям пожалуй посильнее где-то вот на даже не знаю ну где-то наверное на 17 теперь переходим светлые области также насыщенность повышаем до 50 и смотрим световой тон я хочу сделать теплые оранжевые оттенки и у меня пожалуй это значение где-то будет в районе 30 и я теперь опущу значение насыщенности до 20 ну пожалуй вот так давайте посмотрим нажмем вот на этот флажочек и посмотрим без раздельного тонирования и с раздельным тонированием ну вот достаточно интересно теперь друзья добавляем резкости друзья мы можем не скупиться я поставлю на значение 100 так фотография смотрится более резкая смотрите на ваших снимках может быть по-разному если у вас повышение резкости влечет за собой слишком сильная и ярко выраженное повышение шумов то обязательно подстраивайтесь именно под ваше изображение шумы будет видно на масштабе сто процентов именно так и повышают резкость делают фотографию сто процентов и смотрят чтобы не вылезли лишние шумы и так с детализации все теперь давайте мы с вами добавим немного виньетки значение вот таким вот образом где-то я сделаю ну на 20 наверное будет достаточно со значением минус центральную область я уведу влево где-то на 26 округлость а графе прямоугольная округлость я уведу влево на минус 37 таким образом виньетка более прямоугольная а вот растушевку сделаю побольше чтобы сгладить переходы они и так хоть еле заметны но все же есть где-то на 88 теперь друзья давайте перейдем в калибровку и посмотрим сможем ли мы здесь и каким образом сможем усилить красные оттенки давайте мы с вами перейдем в первичный синий канал и цветовой тон подвинем влево как вы видите у нас красный цвет сразу усиливается усилим и делать пожалуй не будем где-то на минус наверное 25 и я уберу слегка насыщенность буквально где-то на минус 14 13 15 минус 14 так теперь первичный зеленый цвет давайте посмотрим в какую сторону нас будет более приятный цвет право мы двигаем у нас более холодные оттенки получаются красного и желтого мне почему-то больше импонирует значение когда я увожу его в плюсовое значение но не сильно давайте сделаем на плюс 10 теперь давайте мы все-таки вернемся с вами в основные и я пожалуй здесь насыщенность немного уберу где-то на минус 20 а вот сочность пожалуй я прибавлю ну где-то примерно наверное на плюс 40 вот таким вот образом передавайте еще последний штрих сделаем все-таки вернемся к температуре и посмотрим и я сделаю чуть-чуть потеплее изображение на подобрать какой-то баланс чтобы фотография была не слишком холодной и не слишком теплый но все-таки чуть-чуть с намеком в теплые оттенки у меня значение это стало 4598 кельвин теперь друзья давайте вернемся кто новый кривой перейдем кривую rgb и давайте попробуем сможем ли мы усилить этот эффект да вот пожалуй вот это как раз средняя точка у нас отвечает за эффект винтажа я ее подниму чуть-чуть немного вверх вот таким вот образом и рядом соседнюю точку тоже пожалуй подниму немного вверх да вот так вот мне нравится уже больше так эффект винтажа получается более выразительный более интересный и что же друзья ну как всегда винтажных фотографиях не хватает зерна давайте мы перейдем в панель эффекты у нас здесь есть вот значение зерно давайте я поставлю вот сюда чтобы были видны и средние темные и светлые участки вот мы с вами видим изображение и теперь давайте будем повышать зерну и так сейчас у нас значение 0 что будет если мы сделаем это значение но пожалуй я это значение сделаю где-то примерно на 25 мне нравится при этом размер размер зерна я сделаю чуть-чуть покрупнее на 35 и добавлю неровности где-то примерно на 70 давайте посмотрим теперь в реальном масштабе на весь экран и еще на сто процентов все-таки немного многовато давайте мы зерно немножко убавим пожалуй вот так вот назначение наверное 15 до пожалуй 15 смотрим ну вот так уже смотрится более естественно более похоже на старый снимок отпечатанную фотографию на бумаге ну что друзья давайте посмотрим какая фотография у нас была изначально и так было стало было стало ну что ж довольно таки неплохо давайте я сохраню этот пресет сдать пресет назовем его винтаж выбираем все теперь снимаем режим и профиль баланс белого экспозицию к трансформацию ну все остальное пожалуй можно оставить и так создаем пресет и давайте перейдем какому-нибудь другому изображению например вот к этому и применим наш новенький эффект который называется винтаж и так кликаем и так смотрим было стало было стало давайте выберем еще вот эту фотографию на ней вроде бы ничего такого интересного нет но тем не менее я сделаю сейчас 16 на 9 обрезку вот таким вот образом вот так мне кажется композиция будет выглядеть поинтереснее у нас лошадка на коже сидений как раз находится практически по центру снимка ну что ж интересно ну так давайте применяем пресет ну что ж неплохо давайте смотрим еще раз было стало было стало отлично ну что ж дорогие друзья если у вас хватило терпения вы досмотрели этот ролик до конца то вы наверное уже знаете а если не знаете то созданный пресет вы можете скачать в описании к этому видео он будет находиться в самом самом низу после всего текста а на этом друзья все с вами был серджио и интерактивная фотошкола art photo life желаю вам красивых фотографий творческих высот всем пока и до новых встреч а